Несмотря на то, что у нас такие летние месяцы, когда часть верующих уезжают на дачи, в сады, в южные регионы нашей страны, там за границу кто-то в отпуск уезжает, тем не менее, я не знаю, но в последние собрания я чувствую, что у нас должны быть не такие летние расслабляющие проповеди, но я делюсь с вами тем, чем Бог наполняет мое сердце. И сегодня не исключение, вы знаете, что три года назад Господь подарил нам четвертого ребенка, Бог подарил нам сына, и поскольку довольно большая разница со старшими детьми, они уже выходят замуж, уезжают из нашего дома, то мы все больше и больше чувствуем себя молодой семьей с Дианой, когда мы ходим в гости на мероприятия втроем, я, она и Женька. Такая молодая семья с маленьким ребенком. И наш сын сейчас все больше и больше говорит, и я думаю, что это очень похоже на ваших детей, потому что одно из слов, которые он все чаще и чаще повторяет, как вы думаете, какое? Нет, это у Зиминых он все, да и да, да и нет, у нас он не так, он же сын пастора, вы что? Он так не говорит, а? Папа. Папа. Папа это хорошее слово, но нет. А? Почему? Да нет, почему пока тоже, слава Богу. Ему еще три годика, он еще как-то это, воспринимает жизнь без анализирования. Хочу. Вот он чаще всего сейчас все говорит на это вот. А? Я сам. Нет, вы идеалисты. Нет? А? Мое. А вот тоже пока нет еще. Вот он еще даже пока себя не ассоциирует даже, вот, он про себя часто он говорит. Ну, как-то нет такого. Потом, может быть, придет. Спасибо. Молодцы. Ну, он говорит не так часто, как хотелось бы. А это вот прям часто так, что даже не хотелось бы, а говорит и говорит. А? А? Да, вот кто-то правильно сказал. Это слово нет. Оно короткое. Слово из трех букв. Нет. Вот ему что же говоришь сегодня утром? Будешь, но кашу. Нет. Он потом, причем, он и ест эту кашу. Но надо сказать нет. Там сегодня, там пойдем когда-то? Нет, не пойдем. Там это, давай эти, пойдем ручки помоем. Нет. Нет. Он на все говорит нет. Вы знаете, вот слово нет, это, наверное, одно из самых ранних слов, которых мы усваиваем. Но что интересно, потом, когда человек вырастает, он часто это слово забывает. И одна из, я думаю, больших проблем человечества, неумение, казалось бы, такая простая вещь, неумение говорить нет. Особенно это важно для христиан. Почему? Потому что Библия показывает, одна из важных частей, ну, скажем так, не то, что важных, но, по крайней мере, очень значимых частей нашей жизни для того, чтобы менять нас, для того, чтобы преобразовывать нас, это искушение. Когда мы сталкиваемся в нашей жизни с искушениями, и когда мы сталкиваемся с искушениями, важно научиться говорить нет. Особенно, когда нами пытаются манипулировать. А христианами нередко манипулируют, потому что ведь в вашей же Библии сказано, просящему у тебя дай, я просящий, я говорю тебе, как зименные любят говорить, дай, дай. Если ты верующий, в твоей Библии сказано, и попробуй не дать. Правда же? Попробуй не пойти на уступки этому человеку. Вот и используют, играя на доброте, играя на милосердие, играя на любви, для того, чтобы нам навязать свой план. Это очень отличается от характера нашего Господа. Потому что, когда Бог что-то нам предлагает, Он не навязывает нам насильно, но всегда оставляет выбор. Поэтому порой людям непонятно, почему Господь посадил в Эдемском саду древо познания добра и зла, от которого Он запретил вкушать. Ну, нельзя вкушать. Зачем тогда дерево там растить? Но это не случайно было, потому что Бог не просто что-то запрещает. У нас есть возможность как Его послушаться, так и не послушаться. То есть Он дает нам определенный свободный выбор. Пойти одним путем или другим путем. Он нам говорит, каким путем Он хочет, чтобы мы шли, но Он не манипулирует нами. И Он не заставляет нас и не вынуждает нас. Дьявол же, наоборот, когда он вторгается в жизнь человека, в отличие от Христа, который стоит у двери и стучит. Если откроешь, войдет. Не откроешь, не войдет. Дьявол же, наоборот, он взламывает дверь, он вваливается в твой дом и пытается в твоем доме навести свой порядок. То есть сделать все по-своему. И поскольку этот мир во тьме, в проклятии, немало людей, которые под манипуляцией дьявола пытаются воздействовать друг на друга, чтобы навязать другим людям свои планы, как бы сделать из тебя часть своей жизни и навязать тебе свой план. Вот то, что и является манипуляцией. И опасность этого в том, что когда нами манипулируют, навязывая нам свои планы, мы теряем то призвание, которое есть у Бога для нас. И причина очень простая по тому, что мы не умеем говорить. Нет, нам стыдно, мы стесняемся. И я хотел бы сегодня вам показать пять путей, как одни люди пытаются манипулировать другими людьми. То есть пять путей, как нами манипулируют. То есть пять вещей, на которые мы должны говорить нет. И самое первое, и, конечно, мы сегодня будем довольно много смотреть в Священное Писание. Давайте откроем Бытие, 39-ю глобу. Самое первое. Самый первый путь, как одни пытаются манипулировать другими, это через похвалу. Вроде бы такая хорошая невинная вещь, похвала. Но Библия говорит, что часто важны не столько сами действия, сколько мотивы, которые стоят за этим действием. Одно дело, когда ты хвалишь, чтобы поблагодарить человека, когда ты хвалишь, чтобы вдохновить человека, чтобы помочь ему осознать свое достоинство, достоинство, которое каждому Бог дал. А другое дело, когда ты хвалишь человека, чтобы его использовать. Хвалишь человека, чтобы расположить его к себе для того, чтобы потом делать то, что тебе хочется. Хвалишь? Я помню, один пастор рассказал такую историю, один мой друг, хороший он пастор, как у них в церкви был один брат, электрик. Этот брат электрик просто по своей инициативе приходил домой к пастору, и говорит, пастор, хочу вот вам послужить, и он там ему делал розетки, электропроводку, потому что пасторы очень часто это делать не умеют. Вот, как и пастор вашей церкви точно так же. Вот, и он приходил к нему и говорил, и пастор говорит, и говорит, я так был благодарен Богу за этого брата, говорит, какой ты прям талантливый, прям профессионал настоящий, вот прямо тут руки у тебя золотые вообще, говорит. Я, говорит, реально чувствовал себя, что вот какой классный брат, и говорил ему такие хорошие слова, такие хорошие комплименты, ему все говорил, вот. И однажды что-то там у них сгорело дома из электричества, и вот пастор звонит этому брату и говорит, дорогой, вот у нас такая-то проблема, и мне очень нужна твоя помощь. И вдруг этот брат говорит, нет, пастор, извини, я в ближайшее время не смогу, у меня очень большая занятость, я загружен очень сильно, не могу. И пастор потом рассказывал мне, говорит, ты знаешь, говорит, Виктор, когда, говорит, он мне сказал нет, я думал, а я ему столько слов хороших сказал, а он оказался таким черстым. Я-то думал, он такой жертвенный и посвященный, а он обычный эгоист оказался, говорит. Обычный эгоист. И он говорит, я так на него сильно разозлился, я подумал, вот. Он с такой готовностью делал и вдруг не делал, что с ним случилось. Наверное, согрешил, что в чем-то он. Может, он уже давно с Богом не общается, молитвенную жизнь оставил, Библию перестал, говорит, читать. Я, говорит, почувствовал, что когда я его потом встречал, где-то там в церкви, говорит, у меня, говорит, просто к нему отношение было странное, какой-то гнев, какой-то негодование. Пока, говорит, однажды, говорит, я, говорит, не почувствовал внутри себя, словно Бог стал со мной работать. И Бог, говорит, мне сказал, послушай, говорит, сколько лет этот брат бесплатно приходил и служил тебе, приходил и помогал тебе. И вот он один раз тебе что-то не сделал, сказал тебе, нет, как ты полностью поменял свое отношение к нему. Для чего ты тогда хвалил его, чтобы он был безотказным? Мы порой сами не понимаем, что наша похвала – это не выражение нашего отношения, а это обычная лесть. То есть наше хорошее отношение к человеку только для того, чтобы этот человек что-то делал нам. И это удивительно, как через похвалу, через нормальное отношение мы манипулируем друг к другу. Вот тебе человек много раз что-то делал хорошее, потом он тебе что-то не сделал, он тебе плохого не делал, он просто не сделал столько хорошего, сколько ты ожидал. И мы часто неблагодарные, перечеркиваем все хорошее, что люди нам годами делали ради какой-то неприятной для нас вещи, хотя тут даже неприятного ничего не было. Это, знаете, проблема, когда мы вдруг начинаем ощущать, что люди нам обязаны. Нам обязаны помогать, любить, одалживать нам деньги. Вот тогда они хорошие. Тогда мы всем поем дифирамбы. Но как только вдруг услышим «нет», и все меняется. И порой люди говорят, знаешь, друг или брат. Друг, брат, дорогой, родной. А как скажешь им «нет», то все предатель, черствый, эгоист сразу же. Знаете, как все быстро, быстро меняется. У нас на сплаве была ситуация, там один из молодежи нашей церкви, он говорит, о, там друг. Я говорю, подожди, 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 какой он тебе друг? Это человек, во-первых, в два с лишним раза старше тебя. Он говорит, а у меня много друзей. Я говорю, нет, друзей много не бывает. И часто, знаешь, друг-друг для чего? Да чтобы использовать в своих целях. Друг-друг. А как что нет, уже все. Не друг. Сколько у нас в церкви было таких ситуаций, когда, знаешь, я даже иногда боюсь, когда ко мне подходят люди, и начинают говорить, пастор, из всех проповедников, поверь, ты один по-нормальному проповедуешь. Вот есть разные люди, но пойми, пастор, вот как вот ты, вот такая церковь, как у нас. Мне всегда страшно становится, потому что я знаю, если меня люди сильно хвалят, потом, как правило, говорят гадости. Потому что я что-то всегда скажу, пошучу или сделаю, что тебе, как тебе не понравится. И люди порой ставят крест на многолетнем служении, а ради какой-то мелочи, которая не по ним, которая им неприятна. Поэтому никогда не обольщайтесь. Скажешь, пастор, ну это же хорошие слова. Смотри, что стоит за словами. Часто за словами добрыми стоит не доброе отношение, а желание тебя использовать. О, я люблю тебя, люблю тебя. Нет. И вот смотрите, это история, знаменитая история с Иосифом. 39 глава книги «Бытие». И обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала, «Спи со мной». Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю сию великое зло, если грешу пред Богом?» Когда она так ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался её, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошёл в дом делать дело своё, а никто из домашних тут в доме не был, а она схватила его за одежду его и сказала, «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках её, побежал и выбежал вон. Я дальше не буду читать всю историю. В общем, она потом стала про него говорить гадости. Помните, да? Она нажаловалась мужу своему и прочее, 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 что типа он ко мне приставал. Вроде бы всё начиналось с любви. Тут, конечно, очень такой скупой рассказ, но понятно, она ему говорила, что там наверняка лучше его нет, и он такой прям прекрасный, и она жить без него не может, и они должны прям соединиться с ней однажды и навсегда, и прочее, 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 прочее. Стала говорить. И всё выглядело, как прям такая тяга внутренняя. И муж-то наверняка чёрствый, и не понимает, и не слышит её, а вот ты вот прям выслушаешь им такой внимательный, развнимательный, хороший, разхороший. Женщины любят всякие слушать людей, находят тех, кто их слушает. И вот она вот нашла, и начала с ним, начала с ним, начала с ним. Он отказывал ей, и потом возникла ситуация, когда она тогда схватила его одежду, и Стасов сказала, вот, час настал, и он просто выбежал из неё, выбежал от неё обнажённым. И она тут же взяла одежду и стала говорить, вот, этот человек хотел меня изнасиловать, вот, смотрите. Куда девалась любовь? Почему вдруг ненависть появилась? Почему вместо таких слов вдруг она стала клеветать против него? Да потому что никакой любви не было. И всё, что там она говорила ему на протяжении времени предыдущего, это было лишь слова. Может быть, они красиво звучали, хорошие слова, но с одной лишь целью – использовать его. Но внешне всё кажется таким вот похожим, похожим на любовь. Но поскольку она стала ему делать гадости, это была совсем не любовь. То есть поймите, лесть – это не хорошее отношение к тебе, это желание использовать тебя. Ой, он мне говорит такие хорошие слова, он меня уважает. Послушай, если человек собрался тобой манипулировать, он не уважает тебя. И не важно, что он при этом тебе говорит. Поэтому Писание, особенно книга-притч, помните, неоднократно повторяет, не принимай подарки от всех подряд. Помните? То есть порой доброе отношение к нам в виде подарков, в виде добрых слов, это является лишь путём для манипуляции, чтобы нас использовать. Вот почему мы видим в Библии примеры, когда люди отказывались от благословений, люди отказывались от подарков. Помните эти примеры? Они не принимали. Не принимали. И вот смотрите, притча 23 глава. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми явствами его. Это обманчивая пища. Сказалось бы, ну что плохого? Человек хочет угостить. Даже в этом может быть подвох. И вот смотрите, шестой стих. Не вкушай пищу человека завистливого, и не прельщайся лакомыми явствами его, потому что, каковы мысли в душе его, таков и он ешь. И пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. Здесь есть такой принцип, видите, как доброе отношение, видимое, как я еще раз говорю, в виде слов, подарков, угощений. Вот важно для девушек, не всякий парень, который приглашает вас в кафе, реально хочет вам что-то сделать хорошее. Потому нужно от кого-то принимать, от кого-то не принимать. Ну как он же там обидится или еще что-то. Я не к тому говорю, что теперь, знаешь, любой молодой человек подошел, пригласил там кофе попить, отойди от меня, манипулятор. Знаю, что ты хочешь гадкое дело сделать. Я не к этому говорю, но я просто говорю к тому, что если у вас угостили капучин, это не значит, что вы должны кроватью за это расплачиваться. А некоторые именно так выставляют. Это есть целая методика. Я помню, еще читал про жизнь Беджамина Франклина, который так врагов обращал в друзей своих, когда просто какие-то, знаете, услуги им делал. Или он вот просил услуги, когда тебе что-то хорошее сделают, он как-то уже меняет к себе такое отношение. И вот через добрые отношения нередко происходит манипуляция. Поэтому, драгоценные, будьте внимательны. Не все, что выглядит как благословение, является благословением. Не все, что выглядит как добро, является добром. Порой под этой доброй такой вот маской старая дьявольская морда скрывается, которая желает просто использовать тебя. Второй путь манипуляции, на который мы должны отвечать нет, нет. Это слезы. Первая похвала, вторая слезы. Когда на нас пытаются воздействовать чувством вины, вы знаете, образ жертвы, вот есть люди такие, они на себя одевают образ жертвы. Он несчастный человек. Он жертва. Особенно опасно, когда такая жертва в семье. Потому что нередко люди в семье, в семейной жизни, которые надевают на себя образ жертвы. не нервируйте, не нервируйте меня. Я сейчас умру. Вот обычно люди, которые умру, я сейчас умру, они дольше всех живут. Я сейчас умру, это манипуляция. Ой, не гадь. И вот потом вот эти, как бы эти жертвы руководят жизнью семьи, как только хотят. Им боятся сказать нет. Ой, сердце слабое, нервы слабые. Как правило, люди, у которых сердце слабое, нервы слабые, они об этом не кричат никогда. А те, кто громче всего кричат, эти жертвы, тут другая история. Поэтому, говорю, как ни странно, именно жертвы нередко семьей и управляют. Все, я погибну. Все, у меня жизнь безысходная. Или наоборот, знаете, бывает еще так вот, на вас пытаются воздействовать чувством вины, не потому, что вам что-то слезное говорят, а вот молчат. И ты чувствуешь себя виноватым, потому что она молчит. Или он молчит. Вот прям молчит и все. Ну, он так молчит, но весь его вид говорит, как ему плохо, как ему ужасно, какой ты паразит, какой ты гадкий тип, что ничего не делаешь с этим, а он мучается. молчит, но мучается. И такое и в семьях происходит, и такое происходит, и в жизни, на работах происходит. История такая, не буду говорить имена. один человек пришел к другому нашему верующему. Сидели просто, общались, он говорит, вот такая ситуация, у меня так тяжело сейчас со здоровьем. Мне просто сказали, если я сейчас вот не поеду туда-то на море и не отдохну, то в следующий год мне, скорее всего, не пережить. А что делать? Денег-то нет. Начальник, гад, не помогает. Ситуация сложная, в стране кризис, видимо, следующий год я действительно не переживу, потому что в отпуск не могу поехать. А у этого брата была такая ситуация, там у них в семье была, там у него сын женился, и он там деньги на свадьбу собирали, копили, чтобы свадьбу сделать. И вот когда он пообщался, он пришел домой и общался с женой, и она ему говорит, слушай, давай сделаем свадьбу поскромнее. А этот ведь человек на самом деле, тут свадьба, хорошо ли, плохо ли, но все равно семейная жизнь начнется. А этот человек на самом деле болеет, денег нет, ему надо поехать на море, ему врачи сказали, что без морского воздуха он не проживет долго. Ну и вот они принесли ему деньги и дали. Потом прошло какое-то время, брат уже вернулся из отпуска и все. И человек наш верующий, который помог ему деньгами, он оказался школьным другом начальника этого несчастного. И как-то раз они встретились с этим начальником и начальник сказал, у меня есть среди подчиненных такой человек, который из вашей церкви, он говорит, да, я знаю, ему, что-то ему как-то вот с зарплатой ты мало платишь, он говорит, как мало плачу, как всем плачу. Ну вот прошлым же летом вот он в отпуск даже не смог на зарплату поехать, он говорит, подожди, подожди, ты знаешь, как история-то была, он говорит, нет, не знаю, он говорит, он подошел ко мне и стал говорить, что если, говорит, ему не выпишут премию сейчас, он не сможет лечиться, он говорит, послушай, я же даю тебе как всем, говорит, нет, мне нужна премия, и я, говорит, ему тогда сказал, знаешь, говорит, хорошо, я выпишу тебе дополнительную премию для отпуска, но у нас сейчас большой проект, пожалуйста, говорит, вот следующую неделю не до шести работы, а до девяти, то есть добавь еще время, чтобы мы успели сделать, я, тебе выпишу большую премию, говорит, и ты сможешь поехать в отпуск, на что, говорит, он мне сказал, говорит, буду я тут еще горбатиться за премию, мне братья и сестры помогут, вот вам история, мне братья и сестры помогут, часто люди льют слезы, за этими слезами ничего, кроме их лени, не стоит, и потом, когда этот человек опешенный, он потом пытался в медицинских диагнозах разобраться, оказалось, что там ее угрозы для жизни никакой не было, в общем, это была слезоточивая история для того, чтобы помогли, я думаю, каждый из нас знает верующих, которые любят, куда бы они ни пришли, там, после собрания в кафе, на домашнюю группу, они всем рассказывают о сложностях своей жизни, внимательно обозревая всех вокруг, может, чье-нибудь черт в твое сердце коснется, наконец, Дух Святой, и они поймут, куда необходимо направить их финансы, тут такая почва прекрасная, тут такая почва, сколько вокруг церквей кружится подобных манипуляторов, сколько разных людей, они путешествуют из церкви в церковь со своими всевозможными слезливыми историями, цель которых просто клянчить деньги, клянчить деньги, клянчить деньги, и наш, это выглядит вот как вот такая слезоточивая такие, слезоточивые истории, но на самом деле за этим стоит просто-напросто сделать тебя частью его планов, за твой счет достичь своих целей, и опять-таки я говорю, здесь нет никакого уважения, манипулятор тебя не уважает, и знаете, что мне всегда было странно, людям не стыдно лгать нам, людям не стыдно выпрашивать, а нам стыдно сказать нет, вот смотрите, Матфей 16 глава, Иисус не стыдился не идти на поводу у людей, смотрите, Матфей 26 глава, 16 глава, помните знаменитая история, когда Иисус спросил учеников, за кого люди почитают меня, и Петр ему сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого», на что Господь ответил «Блажен ты, Петр, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сидящий на небесах». Сразу же после этой истории 21 стих, смотрите, с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, «И быть убитым в третий день воскреснуть». И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». И опять-таки, знаешь, вот такое слезливое, опять-таки, здесь можно и слезы найти, и вот, да не будет, я о тебе заботюсь. Казалось бы, о ком Петр заботился? Да, что, об Иисусе, что ли? Просто, они думали только о себе на самом деле, и Петр думал о себе. А куда я пойду, если Иисуса-то не будет? Мы так уже привыкли с ним ходить, он, и мы тут двенадцать апостолов ходим. А так, что будет с нами? Без нашего целителя, без нашего спасителя? Хотя, он не говорил, Иисус, ты что, обо мне не думаешь, что ли, совсем? Он как бы об Иисусе заботился. Да не будет с тобой. Нет, Господи, мы не допустим, чтобы ты погиб. Мы все сделаем, чтобы ты жил вовеки. Он же, смотрите, 23 стих, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Вот смотрите, Иисус не боялся людям говорить нет. Да он еще так говорил людям нет. Не просто там нет, Петр, я не согласен. Он говорит, сатана, отойди от меня. Господи, еще не так давно ты сказал, блажен, Петр, ибо не кровь и плоть открыли тебе это, а отец мой, сидящий на небесах, ты назвал, что я прямо слышу небесного Отца лучше всех остальных, апостолов. Вот так и бывает, поймите, человек, то вдруг через него Бог действует, но это не значит, что если через человека действует Бог, он всегда и во всем прав. Иногда через человека действует Бог, но порой он подходит к тебе, и ты должен сказать этому человеку нет, независимо от того, что было пять минут назад, понимаете, о чем я говорю сейчас? сказать нет человеку, на его слезивлые там эти заботливые, или о себе он там плачет, или о тебе он плачет, о чем бы он не плакал, это манипуляция. Иисус сказал, нет, нет, я не согласен с этим, я буду идти, как Бог мне велит, а не как ты. Не как ты. То есть, поймите, важно ставить границы в отношениях, поэтому внимательно подбирай друзей. Некоторых удивляют, но я вам скажу честно, что вот мы с Дианой говорили, у нас с ней нет друзей, у нас много хороших дружеских отношений, а друзей нет, почему? Потому что друзья это всегда вложение. Сегодня у нас жизнь такая, мы так в служении, что если у нас есть свободное время, мы проводим друг с другом, стараемся как можно больше, потому что друзья требуют вложений, и поэтому если ты подписываешься на дружбу, знай, что это определенные обязательства. Это некие особые отношения, то, что написано в греческом языке, в новом языке, как филио, дружеские отношения. Внимательно, если ты решился выбирать друзей, если решился дружить, внимательно следи, потому что иначе под видом дружбы тебя просто будут использовать. Настоящий друг, это не тот, кто думает все время о себе, невозможная дружба между врачом и пациентом, невозможная дружба, потому что это все одностороннее, дружба это взаимное обогащение, а когда кто-то все время использует другого, это не дружба, это врач больной. Поэтому если ты говоришь, ой, я хочу дружить, я помню, как ко мне, я был в одном городе, там проводил конференцию, это в России было, один небольшой город, была конференция, и ко мне подходит пастор церкви, и говорит, Виктор говорит, мне Бог открыл, что я должен дружить с самыми сильными служителями нашей страны, говорит, и это не случайно, что ты к нам приехал, я хочу дружить, я не хочу дружить с тем, у кого меньше, чем у меня, я буду дружить только с тем, у кого больше, чем у меня, чтобы я мог учиться, тянуться ввысь, и он так сказал мне такие похвальные слова, на что я ему ответил, говорю, ты не хочешь дружить с тем, кто меньше тебя, а зачем мне с тобой дружить? Дружба не может быть вот такой, она должна быть взаимной, понимаете? И поэтому, когда говорят, хочешь быть львом, общайся со львами, да это все мирская мудрость, мирская мудрость, строить отношения с теми, с кем вы могли бы быть оба друг для друга благословением, благословением. Я отлично понимаю, когда мы там где-то с Дианой бывали на каких-то международных конференциях, и там были мега-мега известные проповедники, и у меня была возможность общаться, вместе ужинать, разговаривать, я отлично понимал, я никакой не друг для них, понимаете? Мне просто Бог дал возможность иметь это время, и я был благодарен, но дружба это что-то другое, что-то другое. Когда человек манипулирует, поймите, он тебя не видит, он видит только себя, а ты ему нужен только для того, чтобы удовлетворить какие-то свои нужды. Он тебя не видит и не слышит. Третий путь, как манипулирует, и на что мы должны отвечать словом «нет». Это мечты. Мечты. Вы знаете, с одной стороны, так здорово иметь надежду, когда мы куда-то стремимся, у нас есть цели, правда же? Но даже это часто используют для того, чтобы нами манипулировать. Знаете, я на всю жизнь запомнил, как когда мы только еще с Дианой в начале 90-х начинали служение, начинали церковь, мы общались с одним очень таким известным проповедником в то время, он был очень известный проповедник, и каждый раз, когда мы с ним встречались, у этого человека была куча прекрасных надежд для нас. И он такие вещи говорил, такие вещи говорил, такие вещи говорил. Просто вот ты уходишь аж, а он очень был талантливым человеком, уходишь аж вот прямо на крыльях. Причем там между делом были какие-то мелочи, в которых мы должны были ему помочь. Небольшие вещи. По сравнению с теми вещами, которые грядут, это просто была ерунда. Но в этих мелочах я ему все время помогал, старался помогать, а эти великие мечтания с его стороны никогда не осуществлялись. Так и оставались словами. Но каждый раз, когда мы снова с ним в каком-то из городов встречались, всегда были опять эти красивые картины. И вы знаете, я потом через некоторое время вдруг подумал, это очень похоже на кота Базильева и лису Алису, которые пришли к Буратино и сказали, Буратино, ты можешь столько денег получить, ведь ты хочешь помочь папа Карло? Да, хочу. Ты же хочешь театр для папа Карло? Да, хочу. Ты же хочешь, чтобы у вас там все ого-го-го было? Да, хочу. И это все реально. И мы знаем это место. Это поле чудес. У тебя там какая-нибудь мелочь есть там? Какие-нибудь там пять золотых? Ну, ладно, пойдет. Вот пойди, закопай. Понимаешь, люди тебе рисуют какие-то вот поле чудес, великие театры. Цель одна забрать твои пять монет. как? Как? С помощью надежды, которые они в тебя внедряют. Внедряют. Что интересно, к сожалению, вот подобный вид манипуляции процветает в наших церквах. И знаете, когда это происходит? Во время пожертвования. Причем, это настолько въелось, что уже стало частью учения. Есть такие люди, они Библию изучают, чтобы подкрепить это. И цель одна, когда проповедник говорит, вот сейчас Господь делает грандиозные планы. Кто из вас хочет быть частью великих, грандиозных дел Божьих? А кто из верующих не хочет быть частью великих, грандиозных дел Божьих? Да мы все хотим обоими руками. И чтобы частью стать великого, чтобы это великое приблизить к себе, чтобы это великое стало реальностью в твоей жизни. Просто-напросто какую-то свою мелочь из кошелька пожертвуй по-быстрому. И эта ерунда станет залогом великого. И такое происходит, к сожалению. Я помню одно собрание, я был, это правда было в другой стране, я был на одной конференции, я помню, и там проповедник говорил, Бог открыл мне, здесь есть несколько больших, нет, даже не несколько, а часть из вас станут очень богатыми миллионерами. И Бог говорит сейчас этим миллионерам, достань все из кошелька и пожертвуй, и через это Бог увидит твое сердце, что ты открыт для него, и ты станешь миллионером. Как вы думаете, почувствовал ли я, что я буду миллионером? Я вообще сильно почувствовал. Я сразу понял, если кто-то и может быть миллионером, то это я. Потому что где еще найдешь такого чистого, бесхитростного, открытого для Бога человека? Это я. И поэтому я не задумываясь, помню, достал кошелек, вытащил все, потом мы домой с ней добраться с Дианой не могли после этой конференции. Она знает эту ужасную историю. У нас денег не было, я все пожертвовал. А Бог обо мне забыл. Знаете, что интересно, после таких порой историй люди в гневе, знаете, на кого? На Бога. Это не то, что тебя шарлатан обул, с тобой манипулировал религиозный шарлатан, да их полно, их всегда было полно в христианстве. Их и во времена Иисуса было полно. Да таких всегда много, драгоценные. И нечего Бога винить. Но так этим пользуются, когда тебе, знаешь, говорят какие-то такие вещи, которые ты хочешь слышать. Но кто из вас не хочет быть миллионером-то, а? Не для себя понятно, чтобы бедным помогать. тебе-то ведь ничего не надо. У тебя есть пропитание, одежда, ты доволен всем, тебе не надо денег. А несчастных-то много, поэтому ты не хочешь, но должен, просто обязан стать миллионером. Такой вот Бог, он вопреки твоим желаниям все это делает. Ну и тебе только приходится соглашаться, ты ведь скромный, смиренный человек, правильно? Поэтому вот дай все сейчас, и все, добро пожаловать в клуб миллионеров. При некоторых церковах даже такое открывали. Клуб миллионеров. Вы представляете, до чего нужно было Библию доизучаться? Когда ты начинаешь смотреть трезвым умом, ты думаешь, господи, это же абсурд. Как это могло к нам проникнуть, к нам в христианство, как? Через нашу жадность и чужую манипуляцию. Как пел тот же кот Базилио с лицой Алисой, пока живут на свете дураки, обманом жить, надо стало быть с руки. Пока что-то жаденое вокруг, богатства мы не выпустим из рук. Это наша с вами жадность, вы поймите, жадность. И Иоанн, шестая глава, вот посмотрите, Иоанн, шестая глава, четырнадцатый стих. Может быть, вас заинтересует, но когда к нам приезжают проповедники, вы знаете, что их удивляет? Для нас-то это уже естественно. В конце мы говорим, а сейчас мы собираем пожертвования и просто собираем пожертвования. Потому что обычно перед пожертвованием проповедь не меньше, чем обычная проповедь. Ведь вы же все жадные, вы не хотите ничего давать, вам приходится говорить про миллионеров. Я отлично понимаю, драгоценные, что любящее Богу сердце, оно желает и хочет давать на Церковь Божью. Но это должно приходить от ваших отношений с Иисусом, а нет моей манипуляции со сцены. Понимаете? Это разница. Я не говорю о том, что не надо жертвовать. Да, надо. Но я хочу, чтобы вы это делали, строили из вашей связи с Богом, а не из того, что я пытаюсь использовать. У нас большие планы, у нас большие программы, давайте, давай. Ну ты их напридумал, ты и давай. Чего ты людей-то? Вот смотрите, Иоанн шестая глава. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, 14 стих, сказали, это истина, тот пророк, к которому должно прийти в мир. Ну, Иисус совершает чудеса, исцеляет. Пророк. Иисус же, 15 стих, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Заманчивое предложение стать царем, а? Это ж тебя не распять хотят, а сделать царем хотят. Люди приходят и говорят, Иисус, вы знаешь, что? Вот ты царь. Ну, царь и царь. Ну, кто царь, как не ты? Ты же настоящий царь. И давайте сделаем царем. на самом деле все эти люди, кроме как о себе, ни о ком не заботились. Потому что, поймите, манипулятор, ему все равно, что Бог тебе показывает, какое у него призвание для твоей жизни. Они, вот, они хотят, смотрят, подходящий кандидат имеет шанс выиграть на выборах. Поэтому давайте выдвинем его, и когда он выиграет выборы, мы как друзья кандидата, как его сторонники, его штаб царский, будем хорошо жить, правильно? О ком они думали? О себе. Только о себе. Какие они цели преследовали? Да свои. Им все равно было. Что там Иисус думает? Какие у него там понимания о призвании? Они хотели просто его использовать, выдвинуть и поживиться за счет своего выдвиженца. Но Иисус, смотрите, как бы не было лестно предложение сделать его царем, даже не стал это предложение обсуждать. Он узнал, что, смотрите, Иисус не отказывался от общения. Даже во время своего служения у него были провокационные диалоги, когда там его пытались фарисеи подловить, помните? Саддукеи подловить. Но с этими он не стал даже общаться. Почему? манипуляторы. Манипуляция. Когда тебе люди говорят такие вещи, ты знаешь? Какие вещи говорили люди, какие похвалы говорили? Стать царем. Мечты, 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 мечты. Такие мечты, такие надежды. Но Иисус не пошел на это. Так вот, драгоценные точно так же и мы, когда нас пытаются, во, там мечта, 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 мечта. Ты же хочешь, ты же хочешь семью, ты же хочешь много детей. Да, я женюсь на тебе, у нас детей будет много. Вот тут это. Только сейчас переспим и все. Вот что ему надо. А все эти мечты о семье, о детях, о прочем, о своем доме, это лапша. Четвертый путь манипуляции. Я называл его так. Угрозы. Угрозы. Когда нас манипулируют гневом. Люди выходят из себя и ты думаешь, ой-ой-ой-ой-ой, не буду с ним спорить, не буду говорить нет, лучше сделаю, спокойнее будет. На самом деле, если ты пойдешь на поводу, спокойнее не будет. Люди порой проявляют такое агрессивное поведение, чтобы ты впал в ступор, твое сердце наполнил страх, а когда в нашем сердце страх, страх никогда ничего доброго не рождает. Любые решения, порожденные страхом, это ошибочные решения. И вот идет какое-то на нас такое, знаете, давление. Страх приходит. Агрессия приходит. И ты делаешь то, что в конце концов, о чем потом жалеешь. Жалеешь. у нас было, знаете, такое в детстве. Некоторые не понимают, почему я не играю в шахматы. У нас есть такие в церкви игроки, в шахматы играют, и друг с другом, и даже с компьютером. А я никогда не играю в шахматы, потому что у меня с шахматами связаны свои истории. У нас была такая дворовая компания, а мы жили на визе. Ну, в общем, скажу, что не случайно мои родители сделали все, чтобы перевести меня в другую школу. Потому что та компания, где я был, эта школа, у нас были очень своеобразные. Ну, просто все мои друзья раннего детства, они в основном в тюрьме оказались. И мы очень любили играть в шахматы. Мы очень любили играть в шахматы и делали это таким образом. Ну, мы в шахматы играли, конечно, не бесплатно. На какие-то вещи там или еще что-то такое. И вот садимся мы играть в шахматы с кем-то, с кого хотим что-то поиметь, сознаюсь в таких постыдных вещах своей молодости. И один-то играет, но это обычно был тот, кто знает, как ходят фигуры. И это, как правило, был я. Я знал, как ходят фигуры. А вокруг стоит компания и всеми силами воздействует на противника. Крити, шум там это, все это. И вот мы играем в шахматы. О, да ты что? Не что? Нет, так не ходи, ты что? И они все вынуждают, чтобы он сделал какие-то неправильные ходы. И в итоге люди, которые играли в шахматы намного лучше нас, проигрывали. Почему? Ими манипулировали. И прежде всего через запугивание, ты-ды-ды-ды, знаешь, когда у тебя такое агрессивное давление, человек впадает в ступор и делает проигрышные ходы. Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Такие были вещи. И вот такая модель бывает, вот такая модель бывает, она вот, к сожалению, очень распространенная, когда вот через агрессию нас пытаются как-то вот закомплексовать. И мы, чтобы только перестала быть эта агрессия, готовы делать то, что нам скажут, и делаем роковые шаги. Делаем роковые поступки. Причем, кажется, если я сейчас уступлю, то потом от меня отстанут. А это неправда. Если ты уступишь, все подумают, ага, он поддался. И, вы знаете, манипуляция, это как снежный комок. Думаешь, я один раз скажу, да, да, не надо говорить, но я все равно скажу, от меня отстанут. Скажешь, да, это как снежный ком, он будет больше и больше. И тебе с каждым разом все будет труднее и труднее отказать. Понимаете? Труднее и труднее. Труднее, но труднее. Мы там, ладно, были детьми, а как во взрослом возрасте, когда, помните, 90-е годы, там всевозможные колпачки. Через эти смешные игры там квартиры проигрывали люди некоторые. Вот я скажу, да, от меня отстанут, не отстанут. Запомните, чем раньше ты скажешь нет, тем проще будет. Потому что с каждым разом говорить нет после того, как ты до этого согласился, будет труднее. Никогда не давай никому манипулировать тобой через страх, через эту агрессию. У нас даже вот в офисе есть такое правило. Иногда вдруг возникают такие ситуации, как, знаешь, кто-нибудь забежит и нарисует нам заманчивое предложение. одно условие. Скорей, 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 скорей. Переживали подобные вещи? Когда что-то, только нужно, вот, времени не думать, нужно быстрее. Я вам скажу, каждый раз, когда мы принимали решение скорей, 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 мы жалели об этом. каждый раз, Бог не дает вам предложение, скорей, 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 чтобы ты не думал, знаешь, такой, давай, быстрее, нет, нельзя уже все, а может, да нет времени, звонить, давай, 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 давай. Манипуляция приходит тобой, и ты делаешь ошибку, тобой пользуется. Никогда ничего не делай, вынуждена. Возьми время подумать все это решить внутри себя и принять правильное решение. И последнее, пятое, пятый способ. Лука, одиннадцатая голова, пятый стих. И сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас имеет друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, дверь уже заперта, и дети мои со мной на постели, не могу встать, и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Вы знаете, нередко эту историю люди используют для того, чтобы оправдать свои такие молитвы. Господи, дай, дай, Господи, дай, дай, Господи, дай, и завтра дай, и послезавтра дай, и послепослезавтра дай, и потом тоже еще дай, 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 дай. но ведь ты же сам сказал, если не по дружбе, то по неотступности, дай, 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 дай. На Востоке часто использовали так называемый метод гиперболы, то есть это метод преувеличения. То есть чтобы донести какую-то определенную истину, ее раздували очень-очень-очень сильно. Иисус очень часто использовал метод гиперболы. И это не означает, что его преувеличение – это для нас программа действия. Например, Иисус говорил, если глаз твой соблазняет тебя, что? Вот у меня вопрос братьям только. Не буду говорить про святых сестер. Братья, пожалуйста, поднимите руку, кого хотя бы когда-то в жизни вас соблазнял глаз. После того, как вы стали христианами. Поднимите руку. Поднимите руку, кто никого не соблазнял, поднимите руки. Таких у нас нет, да? Вопрос. Почему большинство из вас с двумя глазами? Это что? Для вас Писание не авторитет или как? Или все-таки ваш глаз вам был жальче, чем попасть в гиену огненную, а? Иисус говорил, если рука соблазняет тебя, что? Отсеки и выброси тебя, ибо лучше вот так тебе в Царство Божие, чем вот так в ад. Сестры, кого из вас руки соблазняли что-нибудь там не то делать после уверования? Были такое, да? А вы как-то с обеими руками сейчас сидите тут? Почему? Иисуса не слушаемся, а? Мы как бы понимаем, ну, пастор, ну, это преувеличение. Хорошо. А это? Это то же самое. Потому что, смотрите, когда Иисус сказал, по неотступности даст ему, я специально посмотрел в греческом текст. Здесь греческое слово, которое, знаете, как переводится? Бестыдство, назойливость, надоедливость. И если вы думаете, что одними из принципов ходатайственной молитвы к Господу это бесстыдство, назойливость и надоедливость, вы вообще ошибаетесь. Если уж буквально это воспринимать, тогда надо буквально и про глаз, и про руки. Но это преувеличение. Конечно же, Иисус не имел это в виду. Молитва Богу это, послушайте, не манипуляция. Отсюда возникли всевозможные учения, которые до сих пор в некоторых церквах процветают, что нужно буквально Бога загнать в угол, сказать, Бог, ты что? Бога не загонишь в угол и не стрясешь с Него ничего. Все, что хотел сказать Иисус, просите, стучите, ищите. А не в том, чтобы быть назойливыми до бесстыдства. Есть еще другой пример о судье неправедном. Помните, который тоже дал в доверии? Наш Бог не судья неправедный. Это лишь образы. Лишь образы. Молитва это не манипуляция ни Богом, ни духовным миром. Мы можем у Бога просить, но ты никогда ничего не продавишь у Бога. Потому что вот этот метод продавить, вот бесстыдно навязать, как в этом примере, когда уже вся семья лежит, спит, дети спят, а мне все равно, звоню, гости пришли, все встаем, хлеб мне нужен. Это с чего? Думаешь, ну ладно, скажу ему нет. Нет, не скажу ему нет. Скажу ему да, чтобы потом скажешь да, он тебе каждую ночь будет приходить. Ты же сказал да. Ты же слабый. Поэтому, к сожалению, нередко одни люди продавливают других, и это манипуляция. И мы видим, Библия показывает, что наше неумение говорить нет. Или даже когда мы сказали один раз нет. Вот этот пятый метод, как нами манипулируют, это назойливость. Из-за дня в день, или из неделю в неделю, или из месяца в месяц. Так вот назойливо, 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 назойливо. Сколько бы раз тебе назойливо не пытались вынудить что-то сделать, каждый раз говори нет, нет, нет. Потому что иначе может случиться именно как у Самсона. Смотрите, Судьи, 16 глава, 15 стих. И сказала ему, да Лида, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мной. Вот уж трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя. Самсон же чувствовал, что не надо ей ничего говорить. Но она ему каждый раз, скажи, скажи, скажи. И тут всякие манипуляции идут. Иногда это бывает с угрозой. Иногда вот то, что мы говорили, со слезами. Иногда это бывает с такими похвалами. Ну ты же всегда правду должен говорить мне. Вот это вот именно настойчиво, 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 настойчиво. Вот уже трижды. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его. Видите, манипуляторы, они не всегда ленивые люди. Они порой вообще не ленятся мучить тебя. То душе его стало тяжело до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал, бритва не касалась головы моей. Ибо я на заре Божии от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаю слаб и буду, как прочие люди. Дали, да видишь, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им, идите теперь, он открыл мне все сердце свое. Опять-таки, видите, она совсем о нем не думала. Она говорила о любви, она просила что-то, но она думала только о себе. Ей он был безразличен. Она была обычным, обычным манипулятором. И вот видите, вот эти пять методов, как нами пытаются манипулировать. Через похвалу, лестные слова, льстивые какие-то восторженные речи. Через слезы, когда давят на наше чувство виной, когда на нас как бы обижаются. Через угрозы, когда мы чувствуем эту агрессию, гнева. Когда у нас внутри страх появляется. Через мечты, когда рисуют воздушные замки. Только бы мы сделали то, что им надо. И через назойливость, когда постоянно одно и то же, либо лестью, либо угрозой, либо слезами, либо этими воздушными замками, но постоянно, 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 постоянно говорят. И, дорогие, сегодня мы все являемся частью народа Божьего. Мы дети Божьи. Мы часть церкви. Знаете, самое первое, если ты долгое время жил под манипуляцией, сегодня ты должен освободиться. Как? Научиться говорить нет. Один мудрец сказал такие слова. Послушайте. Пока вы не научитесь говорить нет, ваше да не будет иметь смысла. Потому что какой смысл имеет да, сказанное девушкой тебе, если она это да говорит каждому или большинству? Никакой ценности не имеет. Ценно, когда это особенное да, когда это эксклюзивное да, когда это да для тебя, а не ширпотреб. Поэтому, чтобы твое да было эксклюзивным и ценным, ты должен уметь говорить нет. Человек не стыдится клянчить, вымогать, манипулировать тобой, а тебе стыдно ему сказать нет. Поймите, это ложный стыд. От него нужно избавиться. Ложный стыд. Я помню, у нас в церкви как-то был один пастор из Литвы, Габриэлю, вспомните? И он рассказывал, как в начале 90-х он впервые поехал на конференцию в Швецию. А до этого там был в Швеции его друг, тоже на конференции был. И он приехал оттуда в новых, чудесных, кожаных, дорогих ботинках. А начало 90-х, вы помните, это время, когда денег не было, хорошей, качественной обуви тоже мало было, а та, что была, очень дорого стоила. И вот приезжает друг из Швеции в красивых новых ботинках. И Габриэлю рассказывал, помню, он говорит, и когда я собрался на конференцию в Швецию, я достал из скафа самые старые, самые грязные, рваные свои ботинки, на которых я, говорит, только в сад и ездил, говорит, чтобы я приехал в Швецию. И эти богатенькие, сытенькие, шведские христианчики увидели бедного, но честного пастора из Литвы в таких ужасных дырявых ботинках и не смогли не подарить ему новую красивую шведскую кожаную обувь. И он говорит, я одел эти старые ботинки, говорит, приехал в Швецию, стою, говорит, в церкви, говорит, людей много, на конференцию приехали люди с разных западных стран, с Европы, с Америки. И я, говорит, стою в своих грязных, рваных ботинках и думаю, кого же Дух Святой сейчас коснется, и он увидит нужду брата. Но Библия говорит, что Бог с лукавыми. Как поступает? По лукавству. Я помню, вот это, наверное, это было где-то в 92-м году, наверное, всю жизнь запомнил, когда Габриэль, он был на церкви, он рассказывал эту историю, говорит, и вдруг я в своем сердце услышал Слово Божие. В чем приехал, в том и уедешь. Бог не стыдится говорить нет, когда мы пытаемся манипулировать. И ты не стыдись. Причем, послушайте, отказывай уверенно. Не пытайся чего-то придумать. Я бы очень тебе хотел, но я не могу, потому что и ты придумал кучу ерунды. Потом тебя уличат во лжи и тебе же еще в конце будет стыдно. Поэтому говори нет, почему. Во-первых, ты не обязан объяснять, почему. Нет, потому что не хочу, вот почему. Нет, потому что не считаю, что я должен это делать. А когда ты придумываешь там целые истории, почему ты не можешь, то ты потом еще будешь гадко себя чувствовать, потому что ты поддался лжи. Понимаете, да? Не придумывай. Ты не обязан аргументированно сказать, почему нет. Нет, потому что ты не считаешь, что это надо. Вот и все. Вот и все. А если тебя поймают на обмане, ты еще сам окажешься виноватым, хотя тобой пытались манипулировать. И второе, если ты пришел в церковь и ты сам нередко использовал методы манипуляции в жизни, ты должен в церкви получить освобождение от этого и не жить по старинке. Потому что, знаете, самое, наверное, печальное быть в церкви и совершенно не походить на Иисуса, на того Иисуса, который учил, что блажение давать, нежели принимать. Иисус был даятелем, но он был свободен в своем даянии, а не поддавался манипуляциям. Точно так же и мы. Мы должны быть свободными в нашем даянии. Блажение давать. Оставь попытки манипулировать другими людьми, потому что это грех. И как говорил, говорит нам Евангелие, да будет слово ваше, да, да и нет, нет. Бог нам дает это право и да говорить на что-то и кому-то и нет на другие вещи. А что сверх того, то отлукаво. Нам не нужно клясться, нам не нужно ничего никому доказывать, нам нужно говорить на что-то да, а на что-то нет. И уметь мудро и правильно делать и одно, и другое. Сказал да, исполни. Сказал нет, значит нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok